Всем привет, друзья! Меня зовут Давид и вы находитесь на YouTube-канале Artstyle. Так получилось, что сегодня приходится... Так получилось, что сегодня приходится снимать прямо здесь, на улице, в мае 2019 года, когда вокруг летит такой тополиный пух. Не знаю, передает его камера или нет. Вокруг бегают люди, я на берегу Москва-реки. Но речь все-таки о двух телефонах. Мне просто очень-очень быстро нужно отдавать и Xiaomi, и очень быстро нужно отдавать Samsung, где брал их. Поэтому обзор получается коротким, но емким. Забегая вперед, скажу, что Samsung мне понравился несколько больше. И не только из-за того, что здесь, к примеру, есть слот 2 плюс 1, а Xiaomi совмещенный. И не только из-за того, что здесь Super AMOLED-экран. А батарея, кстати, сопоставим 4000 мА. И не только из-за того, что здесь есть модуль NFC. Я им действительно не пользуюсь. Ну, расплачиваюсь. У меня просто карточка. Я ее с собой таскаю, там и проездной, соответственно, на транспорт. И я просто прислоняю и оплачиваю. Но я вижу, огромное количество народа использует NFC. И Xiaomi, конечно, большой косяк, что они зажимают это, пусть он и дешевле Samsung. Но в любом случае, выбор сделайте сами. Потому что разница в цене там в 3000, грубо, даже меньше. То есть Xiaomi Redmi Note 7 64 гигабайта и 4 гигабайта оперативной памяти можно купить где-то там 13 с небольшим тысяч по Яндекс.Маркет Москве. Цены я актуальные оставлю, они всегда будут актуальнее. Соответственно, Samsung можно купить за 15 700. То есть там, грубо говоря, 13 с половиной, здесь, грубо говоря, 16. 2500 разница, правильно? 13,5-16. Да, 14. Стоит ли переплата или нет, решать вам. Samsung версия у меня, которая на тесте, также 4,64. Поэтому цены, когда называю, сравниваю именно их. Хочется по внешнему виду сказать и по весу. Как ни странно, 186 грамм весит Xiaomi Redmi Note 7 и 168 грамм весит Samsung Galaxy A50. Разница вроде небольшая и не сильно чувствуется, но все-таки она есть. При сопоставимом все остальное здесь действительно сопоставим. Может быть, IPS-дисплей просто тяжелее. Честно говоря, такой информации у меня пока нет. Так вот, по внешнему виду они похожи. Оба пластиковые. Хотя, когда я делал обзор на Xiaomi Redmi Note 7, то многие писали, что рама у него, каркас окажется металлический, но сверху почему-то он покрыт пластиком. Мне кажется, это вообще какая-то бредовая идея. Почему бы не сделать, как обычно, просто металлическую раму, я не понимаю. Что приятно, оба телефона имеют разъем USB Type-C. Никаких microUSB больше не используется. Оба телефона имеют разъем для наушников. Послушать музыку можно и Bluetooth наушниками, и проводными. Оба телефона имеют сканер отпечатка пальцев, но тут очень большие отличия. Почему Samsung еще дороже? У Xiaomi сканер отпечатка стандартно для Xiaomi на спинке устройства. Под большой палец, в принципе, под указательный палец ложится легко. У Samsung же, как недавно в более дорогих телефонах было, и во флагманах, опять же, Samsung, сканер встроен прямо в экран. То есть отпечаток пальца прямо в экране. Это более технологично, более интересно. И с одним человеком я даже спорил, как-то он писал мне, что он не срабатывает нифига. Не знаю, ребят, срабатывает без проблем совершенно. Ни разу не было, чтобы сканер не сработал. Другой вопрос, что область его здесь, и нужно именно сюда палец прислонять. Но, с другой стороны, и здесь же область, только здесь, если вы сюда прислоните, не сработает. Проблем не заметил. Если бы сканер косячил, зачем мне от вас это скрывать? Я бы вам это рассказал. В принципе, с внешним видом это все. Отмечу, что фронтальной камеры у обоих телефонов спрятаны, так называемый, вырез вверху. Никакой моноброви, слава богу, больше нет. Просто вырез. Но если он вам не нравится, его также можно скрыть. На AMOLED дисплее вообще видеть не будете, потому что IPS черный цвет отображает замечательно, и как будто просто экран будет без выреза. Вверху только время будет, и сеть, и так далее. В принципе, по внешнему виду все. Единственное очень важное еще отличие, это то, что у Samsung слот 2 плюс 1. Это удивительно. Почти никто так не делает. Две сим-карты и карту памяти. А Xiaomi просто зажали, хоть она дешевле, но здесь все равно слот совмещенный, если вам это важно, конечно. В остальном, наверное, по внешнему виду закончу все. Кнопки включения и громкости с правой стороны на лотках на одном и том же месте. По экранам. 6,3 и 6,4 дюйма. У Xiaomi это IPS матрица, у Samsung AMOLED. Разрешение Full HD+, экраны вытянутые, широкие. В принципе, и тот, и другой экран, конечно, хорош. Отличия свои есть IPS от AMOLED. В принципе, до сих пор так и осталось. AMOLED черный цвет несколько лучше, чем IPS воспроизводят, но на невысокой яркости глаза от них могут утомляться больше. Имейте это в виду. Но какого-то явного мерцания на IPS я не заметил. И, честно говоря, на мои глаза мне нравится более сочный цвет, более приятный на Galaxy A50 AMOLED-экран. Но, опять же, глаза у всех разные, кому-то понравится больше IPS-матрица. По бесправдным связям. Если брать модуль NFC, то он есть только в Samsung Galaxy A50. Xiaomi стыд и срам. Когда же ты начнешь... Ну, вот все эти годы Xiaomi, я сам ими пользовался и хвалил, это было просто лучшее соотношение цены-качества. Можете со мной спорить, можете считать меня фанатом Xiaomi. Хотя никогда им не было. Сейчас, конечно, я далеко не хвалю то, что я вижу вот в 2019 году. Ну, блин, ну почему вы не ставите? Ну, сделайте вы на тысячу дороже. Все равно купят. Нет, модуль NFC не ставят категорически. Еще раз повторю, мне он не нужен, но куча людей использует телефон для оплаты. Поэтому, ну, просто стыдно уже. Стыдно просто. Не пойму. Не понимаю. Ладно. По-стальному все стандартно. Модули GPS, GLONASS, Badoo, все присутствует. Итак, а какие еще отличия? Самое главное... И да, и, кстати, радиоприемник, если вдруг слушаете, в обоих телефонах есть что-то удивительно. По процессору, ребят, тут, конечно, отличия достаточно большие. Притом, если мы говорим по тесту Antutu, я ему не верю. Но все-таки 143, 141 тысяч баллов... 140 с небольшим тысяч баллов оба телефона набивают. На самом деле, Qualcomm Snapdragon 660 это Redmi Note 7. Хоть и говорите, это не такой старый процессор, но все-таки ему уже года два. А в Samsung Galaxy A50 свой, Exynos 9610. Но, конечно, Snapdragon будет интереснее. Я не знаю, что будет с Samsung даже через 2-3 месяца. А Exynos раньше периодически подтупливали, пусть и очень не сильно, и не все это замечали. Со Snapdragon такой проблемы нет. Но все равно, если вы не будете играть в игры, если вам не важно, что, возможно, немножечко со временем интерфейс может подтупливать, чуть дольше хром, может быть, открываться будет. Но все-таки тут Snapdragon, конечно, будет лучше. Но, повторюсь, если вы не придирчивый пользователь, и пользователи вам игр точно не нужны, то, в принципе, большой разницы не будет. Но себе я бы, конечно, лучше взял 660. Точнее, из этих двух я бы взял однозначно Galaxy A50. Сейчас расскажу о камерах и поймете. И хоть я и не люблю Exynos, но выбирая между ними, тут выбор, на мой взгляд, очевиден. Но вы можете, конечно, со мной не согласиться. Камеры. Сами поставили 48 Мп, а у них две камеры, а у Samsung три. На самом деле, у Samsung мне очень нравится, чего нет у Xiaomi, это широкоугольная съемка. Широкий угол, как вы видите на экране. Притом, работает это не только на фото, но и на видео. То есть, реально, кадры получаются отличными. Что касается фронтальных камер, то она у Samsung все просто, кстати. 25 Мп основная и плюс 8, плюс 5 дополнительная и 25 Мп фронтальная. У Xiaomi 48 камера основная, плюс дополнительная для эффекта BK и 13 Мп фронтальная. Так вот, ребят, как я не выглядывал, честно говоря, я какой-то разницы не заметил между этими двумя телефонами. Глаза у всех разные. Вы, пожалуйста, посмотрите. Возможно, кто-то будет писать, Давид, да ты что, Xiaomi лучше фотографирует, чем Galaxy A50. Тот скажет, нет, Galaxy фотографирует лучше. В некоторые кадры, некоторые фото, мне кажется, Note фотографирует несколько лучше. В некоторых, мне кажется, что Samsung. Опять же, фронталка, если вам это важно, тоже приблизительно одинаковая. Видео качество приблизительно одинаковое. И поэтому выбор делайте сами. Не поленитесь, ссылки я, как всегда, оставляю под видео. Качество видео в Full HD. Качество видео в Full HD. Ну и напоследок, осталось рассказать об автономности. Тут оба телефона большие красавчики. Если Xiaomi мы за это и любим, очень долго, они одни из первых ставили огромные батарейки, когда остальные там просто какие-то убогие, там по 3000 с небольшим, эти ставили 4000 мАч. Samsung в этом году также сделал 4000 мАч у обоих телефонов. На мой взгляд, телефоны живучие оба. Но, все-таки, если мы говорим о воспроизведении видео, например, в самолете, а я всегда как делаю. Я ставлю, во-первых, режим самолета и включаю видео одно и то же на обоих телефонах. То Samsung прокрутил 12 часов. Это не так и много для AMOLED-экрана. Для сравнения, флагманские телефоны от Samsung Galaxy крутят 16, а то и 18 часов. Но это все равно больше, чем IPS-экран. А IPS-экран прокрутил порядка 9 часов видео на максимальной яркости, то есть 9,12. В реальном использовании, как будете пользоваться, но, на мой взгляд, на день, уверенной, полноценной работы точно хватит и еще останется. Подводим итоги. В принципе, Samsung просит больше денег, чем Xiaomi. Я цены вам уже называл. Разница там в 2500. Но, понятно, все живут в разных местах. Где-то разница может больше быть, где-то меньше. Цены всегда актуальны. Смотрите, ссылка на Яндекс.Маркет. На мой взгляд, Samsung более интересный за счет, конечно же, широкоугольной камеры, за счет сканера, встроенного в экран. Пусть это и баловство, и действительно, может быть, кому-то это не важно, но мне просто более приятно пользоваться более технологичным телефоном. Опять же, у Samsung есть модуль NFC. У Xiaomi этого нет. Xiaomi уже берет, по большому счету, пусть не новым, но все-таки проверенным. Qualcomm Snapdragon 660. Вообще, Snapdragon любой хороший. Кроме совсем, я не знаю, выпускается, кстати, еще какие-то 200, 400, что-то давно не слышал. Как привык уже, что там 650 и вторые, там 636, 600, 700 и так далее. Ну, да ладно, не будем в дебри эти углубляться. Так вот, выбор в любом случае за вами. Оба телефона достойные, но из-за этой связки, блин, ну, Samsung правда интереснее. И я так говорю не из-за того, что мне Samsung проплатил. Я их хвалить начал. Ну, объективно, ребята, я даже просто не знаю, что ей сказать. Xiaomi всегда были красавчики, сам все время их любил, люблю, уважаю. Но Samsung в этом году просто обошел их, на мой взгляд. Пишите, что думаете, что бы из этого купили. Возможно, вы уже купили какой-то телефон, напишите свой короткий отзыв. На этом у меня все, как всегда, желаю. Будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. До новых выпусков, с уважением ко всем, Давид. Счастливо. А снимал я прямо здесь. Это парк пойма Москвы-реки, Братеевский мост. Там Марьино. Там где-то слева туда. Навальный где-то живет, кстати, реально. Там я сейчас живу, Братеева. А это, собственно, вот красоты. Там дальше намного все интереснее. Ладно, на этом уже точно все. Счастливо.